В администрации города прошла важная встреча. Руководитель агентства инвестиционного развития Челябинской области рассказал предпринимателям МИАСа о новостях в сфере бизнеса. Присутствовали и представители крупных предприятий. За круглым столом в администрации собрались представители крупных миясских предприятий. Акцент встречи был на производственном бизнесе. Поводом для собрания послужило постановление федерального уровня, благодаря которому теперь в моногородах, таких как МИАС, можно создать благоприятные условия для ведения бизнеса в части инвестиционных проектов. Это могут быть как новые проекты, так и проекты модернизации уже существующего бизнеса. Это дает беспрецедентные налоговые условия. И все это станет катализатором для ускорения инвестиционных процессов мияского бизнеса. У нас теперь появляются возможности бюджетных инвестиций федерального уровня, львиная доля 95% из федерального бюджета, в инженерную инфраструктуру, к обеспечению промышленных площадок, а также льготное финансирование, по сути, это квазикредитование под 5% годовых из федерального фонда развития моногородов. У региона большая мотивация, ведь если в МИАСе будет территория опережающего развития, это поможет в том числе области выйти на новый уровень в экономике, а в городе появятся новые рабочие места. Скоро в школу. По поручению губернатора Бориса Дубровского организована выплата пособия многодетным семьям на подготовку детей к школе. В МИАСе почти тысяча семей получат единовременную выплату. В семье Трифоновых четверо детей. Учится пока только старшая дочь Юля. Девочка пойдет в этом году в колледж, и на нее положена выплата – полторы тысячи рублей. Многодетная мама говорит, что несмотря на то, что дочь пойдет учиться в колледж, губернаторская субсидия очень поможет девочке собраться на учебу. Юля может на них купить, допустим, то, в чем она будет ходить в колледж. Наверное, может быть, обувь не совсем дорогую, ну и все, пожалуй. Либо она может себе купить тетради, которые ей нужны, ну, ручки. И поскольку она учится на воспитателя, то она, естественно, лепит пластилином, рисует красками. В общем, все то же самое, что и в первом классе. Субсидию выделяют по распоряжению губернатора Челябинской области. Пособие на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в этом году получат 39 тысяч детей. Выплата данного пособия положена на ребенка до 18 лет, кто учится в школе или среднеспециальном учебном заведении. Миянским семьям эта выплата также положена. Вообще на учете состоит около тысячи таких семей. Всем детям положена эта выплата. И для того, чтобы эта выплата была назначена, необходимо обратиться к нам в управление социальной защиты населения либо в многофункциональный центр по месту вашего жительства и представить определенную перечень документов, с которыми можно ознакомиться на сайте управления соцзащиты Миянского городского округа. В области сообщают, что прием документов на получение субсидий идет до сих пор. Сейчас идет прием документов во всех управлениях соцзащиты города. Сдаются нужные документы и выплаты начнутся где-то в районе, где-то после 20-го числа. Более точную информацию можно узнать по телефону в МИАСе 53-33-31. МИАС посетил депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Колесников. В рамках своего визита парламентарий провел прямую линию с жителями города. Какие вопросы интересуют МИАСов, выяснила наша съемочная группа. В редакции газеты «МИАСКИ» рабочий телефон не умолкает ни на минуту. Причина тому – прямая линия. Депутату Государственной Думы Олегу Колесникову задают вопросы МИАСы. Любой желающий мог дозвониться по телефону редакции и спросить все, что его интересует. Вопросы звучали самые разнообразные – от проблем, связанных с коррупцией, до благоустройства города. Одной из тех, кому удалось пообщаться с парламентарием, стала Маргарита Васильевна. В прошлом – врач, а ныне – пенсионер и инвалид второй группы. Она начала свое обращение в форме басни. В ней пенсионер рассказала и о коррупции, и о плохих дорогах, и о благоустройстве города. Город МИАС – город, в котором за пять лет, конечно, поменялось пять мэров. Это очень плохо, и это, конечно, сказалось на очень многом. Сейчас мэра назначают, и того же Васькова его назначили. Сейчас задача такова, чтобы эта власть стала сильной, и этой власти помочь в городе навести порядок. Этим занимаюсь сейчас и я, и губернатор. Наша задача общая, и мы это понимаем, что да, МИАС, он сейчас намного отличается от всех других городов. К сожалению, по качеству жизни. Поэтому в чем-то вы правы, но я думаю, что мы достаточно скоро этот город сделаем другим. МИАСцы по телефону задали более двух десятков вопросов. На часть парламентария ответил сразу, но многие вопросы нуждаются в тщательном разбирательстве. Анализируя звонки МИАСцев, Олег Колесников подчеркнул, необходимо точно знать ответ на вопрос, каким вы видите город через 50 лет. Этим вопросом необходимо задаться как властям города, так и его жителям. Нужна четкая стратегия развития города. Это основополагающий документ. И сегодня жители, я со многими общался с разными трудовыми коллективами, и очень много разговоров, и люди, я понимаю, что они не знают, как будет развиваться МИАС. Просто потому, что действительно этой концепции не существует. И я считаю, что это вот очень первоочередная задача. Валентина Ищимов, Андрей Назарук, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. Качество воды под особым контролем. МИАС Водоканал и Распотребнадзор взяли пробы холодной воды в разных районах города. Образцы пройдут химический и бактериологический анализ. МИАС Водоканал продолжит следить за тем, чтобы показатели качества воды не выходили за пределы нормы. Перед забором воды на анализ кран обжигают, чтобы в воде не оказались посторонние бактерии. Также обжигают и горлышко бутылок, в которых проба поедет в лабораторию. Полтора литра воды отбирается с каждой точки на химический анализ и половина литра на биологический. Отобранная вода немедленно отправляется в лабораторию МИАС Водоканала. Забор воды происходит каждый день по точкам распределительной сети, начиная с водохранилища, выхода в город и от головы с распределительной сети до конца города. Сегодня мы ездили на Еремельское водохранилище, на насосно-фильтровальную станцию, на центральную часть города, центральную, южную и северную часть города. Вот это последняя точка, то есть промониторили буквально всю разводящую сеть, отобрали на химические, органолептические показатели. Ежемесячно Роспотребнадзор участвует в заборах воды, чтобы сверять лабораторные показания с МИАС Водоканалом. В этом году многих жителей беспокоит цвет и мутность холодной воды. Однако руководитель ОАО МИАС Водоканал Сергей Портной сообщает, что нормативные показатели не превышены. Мы находимся в разрешенных нормах с учетом выпущенного постановления и разработанных мероприятий. Мы постоянно находимся в тесном контакте с разработчиками технологии. Мы не стоим на месте, мы корректируем применение доз, очередность тех или иных реагентов. Администрация МИАСского городского округа и соответствующие службы продолжают контролировать ситуацию и принимают необходимые меры, чтобы, несмотря на жару и цветение водохранилища, жители города были обеспечены качественной водой. Избили начальника эко-патруля. Мужчина заметил у берега Тургаяка катер с бензиновым двигателем и сделал владельцу замечание. После этого любитель прокатиться по озеру с ветерком набросился на инспектора и жестоко его избил. Защитник экологии оказался в больнице. Подробности узнал Валентин Ефимов. Я нахожусь сейчас на берегу озера Тургаяк и рядом с яхт-клубом, где произошло дерзкое нападение. Водитель катера жестоко избил сотрудника эко-патруля. Сейчас мужчина находится в палате горбольницы МИАСа. Он сам сообщил нам о случившемся, но удивительно. Во время интервью говорить на камеру он отказался. Сообщил лишь о встрече с правонарушителем. Ну вот я поставил лодку, пошел на стоянку к автомобилю. Ко мне подходит мужчина, которому я делал замечание. Пытался вызвать меня на конфликт, но я не реагировал на его действия. Ну, после чего я получил данную травму. Мужчина рассказал в ответ на замечание. Водитель катера словно с цепи сорвался, принялся избивать инспектора без каких-либо объяснений. Одним ударом сорвал с его лица очки, повалил на землю и принялся избивать ногами. Да так, что нанес десятки гематом и сломал ногу. Мужчина сразу обратился в травмпункт. Ему наложили гипс и готовят к сложной операции на лодыжки. Интересно, что сама драка произошла у входа в акваторию, а это в нескольких десятках метров от пляжа. Поэтому прийти на помощь было некому. Есть лишь несколько очевидцев, которые видели все издалека. Вот что они говорят. Я находился на той стороне Тургайка, на острове Вера. Когда пришел, увидел, что здесь милиция находится. Скорая вот так вот вверх уже отъезжала, и парень там возле машины, он избитый был. Так все тело, все избитым было. Милиция уже ехала сюда. Мы уже уходили вот на операции, видели они тут у ворот были. Видимо у ворот драка происходила. Хочу добавить, что дебошир с места преступления скрываться не собирался. Через несколько часов он даже принес извинения семье пострадавшего за вспышку агрессии. Но, как рассказал нам Борис, прощать жестокую выходку он не намерен. Написал заявление в полицию. Вот что рассказали нам в участке. В ходе доследственной проверки были опрошены очевидцы произошедшего, опрошены свидетели, потерпевшие, приняты заявления. Личность данного мужчины уже установлена, является жителем города Золотоуста, по имеющейся информации, он также проживает в городе Мяси. В настоящее время проводятся мероприятия по его задержанию. Сейчас следствие ждет, когда пострадавшему инспектору сделают операцию, чтобы оценить степень тяжести преступления и определиться со статьей, по которой возбуждать уголовное дело. До следующего лета для мянских футболистов закончились игры на поле городского пляжа. В детской футбольной лиге завершился седьмой по счету сезон пляжного футбола. На поле молодые спортсмены. Матч завершает летний сезон футбола на пляже. Игра заканчивается победой команды «Экспресс». Они становятся фаворитами пляжного сезона 2016 года. Второе место заняла команда «Локомотив». На третьем – футболисты 21-й школы. Летом по традиции проходят два открытых первенства для любителей пляжного футбола. Футболисты любят не только сам процесс игры, но и после купания в Тургайке. Играть приезжают команды из Филимонова и Политаева. Но в седьмом сезоне приезжим командам достались лишь серебряные медали. Победителями всех турниров становились миасские команды. В старшей группе два первенства выиграла команда «Строитель» из одноименного поселка. В средней группе победителем стал Старогородский «Лотар» и футболисты школы «21». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова